Друзья, у нас медицинская тема, тема очень серьезная. Мы будем говорить про здоровье и нездоровье, к сожалению, иногда. Так тоже случается наших глаз. Итак, встречайте. Сегодня у нас в гостях. Просим любить и жаловать. Это Евгений Петрович Гурмизов, главный врач офтальмологической клиники. Врач-офтальмохирург высшей категории, кандидат медицинских наук. И сегодня говорим о возрастных болезнях глаз. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Евгений Петрович, давайте вот начнем с катаракты. Ну, первое, то, что приходит на ум, да, возрастные изменения. Почему она возникает? С чем это связано? Катаракта — это естественный процесс. Она возникает в результате того, что у хрусталика нарушаются трофические изменения, то есть нарушается трофика, питание, и происходит его помутнение. По сути, это идет дегенерация белка. И, к сожалению, от этого, скажем так, не избежать, потому что это физиологический процесс. И должны понимать люди, что избавиться от катаракты можно только хирургическим путем. Никакие капли, очки Федорова и прочее, к сожалению, это не... Не помогает. Таблеточки, биологически активные добавки, да, то, что рекламодатели пользуются. Да, очень наглядный пример. Вот вы берете яйцо, сварите его вкрутую, и если обратное вспять в этот процесс не вернете, так же и катаракта. Хорошо. А что можно посоветовать тем людям, которые бы не хотели запустить, грубо говоря, это? Или отсрочить этот процесс. Вот как-то это проявляется, то, что может продиагностировать дома сам пациент? Я вас понял. Иногда это сложно заметить, потому что если катаракта возникает не в центре, а на периферии хрусталика, то, как правило, это может не отразиться на качестве зрения. Но начальные признаки катаракты – это изменение остроты зрения, контрастной чувствительности. То есть люди начинают замечать, что цвета не такие яркие, как были раньше. Вот. И в любом случае после 50 лет правильнее проходить полную диагностику зрения. Не проверку зрения, как это делается в оптиках или… Просто жабы, жабы. Да, да. А именно диагностика, она включает в себя достаточно полный спектр компьютеризированных исследований. И по-хорошему диагностика должна длиться не менее часа. Не менее часа. Да, не менее часа. Потому что требуется провести вас по многим аппаратам, требуется расширить зрачки, посмотреть детально сетчатку, зрительный нерв. То есть это не пятиминутный или пятнадцатиминутный процесс. Но зато у врача будет уже представление о состоянии зрительной системы. Полная картина, что там творится. Если ничего не беспокоит, мы даем прогноз о дальнейшем развитии вашей зрительной системы. Если что-то вас беспокоит, то после такой диагностики мы, как правило, находим причину беспокойства. Но повторюсь, чем полнее проходит диагностика, чем на более современных оборудованиях она проходит, тем, соответственно, выше вероятность того, что мы, скажем так, сделаем это качественно и не оставится вопросов относительно вашей зрительности. Очень доходчиво. Спасибо большое за ответ. Пожалуйста. Конечно, обывательский вопрос, но тем не менее. Если в роду там у бабушки, дедушки была катаракта, это сто процентов, что она, допустим, будет у меня? Или же это заболевание, которое на генетику вообще никак не влияет? Я вас немножко расстрою. Катаракта будет сто процентов у всех. После восьмидесяти лет это сто процентов заболевания. То есть это логичное течение обстоятельств? А вот если мы говорим о генетически детерминированных или генетически предрасположенных заболеваниях, то это в первую очередь глоукома. Вот. Глоукома, это считается, что это болезнь, которая очень связана с наследственностью. При глоукоме происходит поражение зрительного нерва. Чаще всего глоукома связана с подъемом внутриглазного давления. С большой болью. Да, это уже запущенные формы глоукомы. То есть иногда боль сравнивают даже больше, чем зубная боль, потому что очень много нервных окончаний сосредоточено в глазу. И при глоукоме важно не запустить этот процесс, потому что глоукома, если что забирает, то она уже назад не отдаёт. Там идёт повреждение зрительных клеток. И если мы говорим аналогию с катарактой, то при катаракте бывает возвратная потеря остроты зрения. То есть мы делаем операцию. Кстати говоря, мы не затронули важный момент, что сейчас хирургия катаракта, она проходит, грубо говоря, в амбулаторных условиях. То есть человек приходит в клинику, и в течение дня проводится операция, и он уходит домой. Сама операция занимает 10 минут. 10 минут? 10 минут, да. Операция проводится при помощи прокола. Сейчас доступны методики, позволяющие удалять катаракту бесконтактно. То есть так называемые фемтолазерные методики, когда всю основную работу выполняет лазер. И формирование доступов, разрезов, и фрагментацию хрусталика. Поэтому не нужно бояться катаракты как болезни. Как приговор какой-то. Совершенно верно. Евгений Петрович, подождите, а вот если человек пришел к вам на операцию, через какое время он сможет видеть нормально этим глазом? Фактически зрение после операции возникает сразу. Но максимальная острота зрения происходит в течение нескольких дней после операции. То есть реабилитационный период, он очень короткий. Давайте примем вопрос от наших телезрителей. Вам начинают дозваниваться. 635-85-72. Как вас зовут? И мы слушаем внимательно ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Меня зовут Рустам. Я хотел задать такой вопрос. У моей жены зрение минус 16 и минус 14. Скажите, пожалуйста, может она надеяться на хотя бы третью группу инвалидности с таким зрением? Ну, относительно группы инвалидности я хочу сказать, что существуют специальные врачи, которые занимаются инвалидностью. В так называемой МСЭКе. У них есть определенный перечень соответствующих категорий, под которые они подпадают. Фактически я могу сказать одно, что все зависит от характера деятельности. То есть если, скажем, человек водил автомобиль профессионально и у него возникают такие изменения, понятно, что ему необходимо... Срочно что-то делать, конечно. Постановку группы. Вот поэтому более профессионально на ваш вопрос должны отвечать врачи, которые непосредственно занимаются именно этим вопросом. А вот, Евгений Петрович, в подобных случаях, когда, а ведь наверняка в подобных случаях обращаются пациенты вот с такими... Минус 16, минус 14. Ну, я не спросил возраст супруги. Вероятнее всего, я так понял, что это уже предпенсионный возраст. И, как правило, очень часто бывает, что вот такой минус может быть зачастую связан с прогрессированием катаракты. Ну, грубо говоря, у человека был минус 6. Было минус 6. Начинает формироваться катаракта, особенно ядерная форма катаракта, она дает миопизацию. И минус очень резко начинает ползив вверх. То есть это знак о том, что изменяется состояние хрусталика. Мы очень часто помогаем таким пациентам. Мы меняем его помутневший хрусталик и можем даже, используя специальные искусственные хрусталики, достичь зрения и вдаль, и вблизь. То есть полностью избавить человека от очков. Это сейчас возможно на современном этапе. Да, Евгений Петрович, фантастика. Фантастика. 635-85-72, телефон прямого эфира. Адрес электронной почты беседкособакатопоспб.тв. Принимаем следующий телефон и звонок. Алло, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Михаил, живу в Санкт-Петербурге. Хотел бы задать такой вопрос. Мне 43 года, люблю физические нагрузки, спорт и по роду деятельности, а спасателем работаю. У меня зрение минус 3 и смешанный астегматизм. Возможно ли быть проблемная коррекция зрения хирургическим вмешательством? И как это может повлиять на мое будущее здоровье? Вот если я буду продолжать также заниматься физическими нагрузками. Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос, Михаил. Вот очень конкретный вопрос. Да, очень конкретный и непростой. Объясню почему. Дело в том, что если мы говорим о лазерной коррекции зрения, это методика, которая проводится с 18 лет и до 45 лет. Почему? Потому что после 45 лет начинаются процессы пресс-биопии, когда хрусталик приобретает жесткость, и изменение его формы зачастую невозможно. То есть если Михаилу провести лазерную коррекцию зрения, сделать ее максимально вдаль, то у него возникнет так называемый эффект пресс-биопии. То есть зрение вблизи у него ухудшится. Ему тогда нужно будет одеть очки для близи. Но как делают и все люди после 40 лет. Вот ему 43. Да, но зачастую, учитывая профессию, род деятельности Михаила, именно работа спасателей, то им важно максимальное зрение вдаль. У нас были такие пациенты, которые проводят коррекцию и после 40 лет, и получают то, что им требуется по роду профессии. То есть максимальное зрение вдаль. А зрение вблизи они коррегируют уже как все люди, используя очки. То есть получается решить эту проблему можно? Да, и относительно физических нагрузок, при нормальной сетчатке, то есть при неизменении периферии сетчатки, когда нет дистрофического процесса на сетчатке, это можно вполне выполнять в тех объемах, которые он делает. Но опять же для этого нужно провести диагностику, посмотреть периферию. Если там есть зона интереса, что называется, то сделать лазерную коагуляцию сетчатки. Поняли. Спасибо большое за ответ. Привет. Телефон в студии 635-8572. Прежде чем мы примем еще один телефонный звонок, вы рассказали про то, как протекает операция при катаракте. Вот как при глоукоме, вот что там происходит? При глоукоме еще в свое время Святослав Федоров говорил, что глоукома решается очень просто. Нужно сделать дырку, чтобы жидкость выходила из глаза. Но это образно, может звучать немного грубо, но тем не менее задача сделать так, чтобы улучшить отток внутриглазной жидкости из глаза. Сейчас есть очень хороший перечень медикаментозных препаратов, которые помогают компенсировать глоукому на дохирургическом этапе. Но зачастую пациенты приходят уже при такой стадии, когда медикаменты не помогают. И вот здесь вступают, скажем так, хирургические методики. Они достаточно разнообразны от использования лазера до использования специальных дренажей. То есть это достаточно сложные системы, представляющие собой дренажные трубки, которые имплантируются непосредственно в глаз. Ну то есть это уже операция не как при катаракте 10 минут? Нет, это также высокотехнологично, это также амбулаторно. Просто я хочу сделать акцент, что при глоукоме, чем чаще мы определяем эту болезнь на более ранних стадиях, тем выше шансов, что мы можем обойтись без хирургического лечения. То есть еще раз ранняя диагностика и еще раз ранняя диагностика. Давайте примем еще один телефонный звоночек. Вам очень много звонков, прямо у нас накалился телефон. Алло, говорите, как вас зовут? Здравствуйте. Мы слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Анна Владимировна. Анна Владимировна, да. Скажите, пожалуйста, вот у меня сейчас предстоит операция о катаракте, и я хочу спросить, какой хрусталик лучше поставить, отечественный или импортный? Ух ты, какой вопрос. Сложно, но вопрос. Вопрос, как раньше говорили, интересный, да. В бровь, а в глаз, извините. Совершенно верно, да. Но я хочу сказать, что непосредственно, как развивалась хирургия катаракты. То есть в свое время такой английский исследователь Ридли провел первую операцию. Потом активно начал использовать применение хрусталиков Святослава Федоров. Но заграничные, скажем так, аналоги, они имели более прогрессивную тенденцию. Если мы будем говорить о отечественных производителях, они также представлены. В большинстве в нашей клинике используются в основном зарубежные аналоги, потому что они показали, скажем так, более вариантов эффективности. То есть возможность получения более качественного зрения у них выше. Но я считаю, что русские долго запрягают, но быстро ездят. Поэтому мы ожидали, что в ближайшее время у нас появятся достойные хрусталиков. Вот на этой оптимистической ноте, я думаю, мы подведем черту нашего такого недолгого сегодняшнего утреннего разговора. Спасибо вам большое. Звонков огромное количество, но мы вынуждены продолжать и двигаться дальше. Мы встретимся с вами вновь в этой студии. Да, может быть, уже полезная консультация. Евгений Петрович, большое спасибо. И еще раз мы поняли, и наши телезрители в том числе, что просто нужно приходить на осмотр к офтальмологу и не затягивать. Главный врач автоматологической клиники, врач-офтальмахирург, высшей категории, кандидат медицинских наук, Евгений Петрович.